Меня зовут Дмитрий Сердюк. Я уже больше пяти лет работаю в области контроля качества и вот пятый год уже занимаюсь автоматизацией тестирования. На текущий момент основная моя работа это проектирование процессов, подходов, технических решений, которые помогают проектам выпускать качественные продукты. И сегодня я хотел бы с вами поделиться одной из историй построения процесса контроля качества на одном из проектов. С чего все началось? К нам обратился клиент с некоторыми запросами. Первое. У него был разработан некий POC, который должен был уже развиваться в реальный продукт. И, собственно, одной из основных проблем было то, что он был не тестированный. То есть он работал, но работал только по флоу демо и все. Шаг в сторону, уже все падало, крешилось. Соответственно, он хотел некий процесс проверки качества, который бы гарантировал бы качество его продукта. При этом в команде роли были построены таким образом, что за каждым человеком закреплялась какая-то часть проектика, и он за нее отвечал, за какую-то фишу, кусочек бизнес-логики и всего прочего. Он ее овнул, он ее развивал, занимался. Соответственно, не совсем все понимали, кто что делает и как. Некоторые разработчики, например, могли не знать, как там выглядит соседний модуль. Потому что они просто в него никогда не ходили и не делали там задачи. Еще одна вещь, у клиента была небольшая команда, поэтому он захотел решения, которое требовало минимальных вложений времени на его поддержку. И он хотел быстро понимать качество. То есть клиент готов быстро разрабатывать продукты, ему нужно быстро понимать качество продукта и быстро отвечать на вопрос, можем ли мы отдать следующую версию кому-то в использовании, либо нет. Потому что для его продукта были конкурентные условия. То есть если он первый, он выиграл. Если он второй, он уже проиграл. Соответственно, он хотел, чтобы все-таки автоматизация была, но на таком уровне, чтобы все-таки люди решали и принимали решение, качественный продукт или нет, его можно отдавать конечному пользователю, либо же нет. Ну и, как всегда, клиенты у нас умные и хитрые. Они хотят, чтобы и solution был scalable. Scalable в том плане, что у него планировались стартовать другие проекты с похожим скопом технологий, но на разных языках программирования. Соответственно, он хотел, чтобы можно было разработанное решение легко адаптировать к новому языку программирования, например. Соответственно, перед нами, по сути, были выявлены следующие цели. Во-первых, каждый change в продукте нужно было оценивать с точки зрения качества. А второе, так как клиент хотел быстрый фидбэк в качестве, нужно было автоматизировать тестирование. Следующий момент, нужно было придумать легкий способ добавлять новые проверки в Flow, потому что, снова-таки, команда небольшая, этим кто-то занимался один и шаринга не было. Поэтому это нужно было делать очень легко, чтобы любой член команды мог буквально в несколько шагов добавить что-то, что его интересовало в проверке. Дальше, снова-таки, как можно больше должно быть положено на какого-то робота, который выполнит повторяющиеся действия и сэкономит время команде. То же самое касалось environment. Не нужно было на него время тратить, на его установку. Хотелось бы, чтобы разработчики тратили время на разработку какой-то функциональности и всего прочего. Ну и самое последнее требование. Решение не должно было зависеть от языка программирования. Всего нужно было адаптировать по другие языки. Соответственно, вывод здесь. Нам нужно выбрать какой-нибудь continuous integration, либо еще что-нибудь, которое бы позволяло это реализовать. Сейчас немножко пойдем в теорию и посмотрим на вот, с чего состоит вообще continuous, какой он бывает. В первую очередь это integration. Соответственно, он, по сути, позволяет собрать ваш продукт и сделать какие-то на нем тесты, убедиться, что он какого-то качества. Вот это и основная цель. Далее, логическим продолжением continuous integration есть continuous delivery. Это, по сути, процесс, который нам гарантирует, что у нас в каждую единицу времени есть некий артефакт, который мы, по сути, можем релизить. То есть наш продукт, по сути, всегда релиз-ready. И, соответственно, мы в любой момент, когда у нас есть желание, можем взять и зарелизить какую-то версию с каким-то новым набором, либо измененным набором функциональности. Ну и самый последний вариант – это continuous deployment. Это процесс, когда, по сути, мы доставляем уже пользователю наш продукт, то есть не в виде артефакта, а в виде готового сервиса. То есть пользователь этого даже не замечает. Мы сделали некую фичу, мы ее проверили, задеплоили на production, и пользователь этим уже пользуется. Соответственно, если это посмотреть более детальнее в схемах, то continuous integration – это, по сути, какого-то рода тестирование исходного кода, например, юнит-тестирование, какой-нибудь юнит-интегрэйшн, и что-либо еще, что могут делать разработчики. Дальше, по сути, это в случае, если мы используем тестов автоматизации тестирования на проекте, то это, по сути, мы продукт собираем какие-то артефакты, мы запускаем эти артефакты и, собственно, запускаем автоматизированные тесты. И получаем фидбэк о качестве нашего продукта. В continuous delivery ситуация по поводу проверки кода сбора артефактов, запуска автотестов та же самая. Единственное, здесь добавляется еще некая вещь, как паблиш-артефакты. То есть, наш артефакт, он после того, как он проверен, и если все проверки успешно, ну, либо же в пределах каких-то допустимых отклонений, мы этот артефакт куда-то выкладываем. Соответственно, он уже доступен для того, чтобы его взять и задеплоить. Ну, и последний момент, continuous deployment, это, по сути, полный цикл. То есть, мы проверили исходный код, собрали артефакт, запустили его, проверили автотестами, запаковали куда-нибудь, отправили этот пакет и задеплоили потом его на production. То есть, уже конечный пользователь может получить доступ к этому, к новой версии продукта, и им пользоваться сразу же. Соответственно, базируясь на этом, было решение, принято решение, с чем же мы идем дальше. Соответственно, у нас был некий legacy технологии, которые нам нужно поддерживать в первую очередь. Это два языка, Java в будущем. Заказчик уверял, что скоро будет Go, и часть его, даже текущего продукта, будет переписана на Go, поэтому нужно поддерживать. Но по факту была Java изначально. Дальше модель работы заказчика предполагала то, что он хочет свой продукт распространять через Docker Image, поэтому Docker обязательно, и код сохранялся на GitHub. С того, что было принято дополнительно для решения его проблем, это continuous delivery, то есть процесс, который позволяет создать некий артефакт, его проверить, и сделать этот артефакт доступным для конечных пользователей. То есть, по сути, конечные пользователи уже отвечают за то, чтобы задеплоить этот артефакт на какие-то свои сервера, и им пользоваться. Дальше. С точки зрения CI был выбран Travis CI, ну и с точки зрения Cloud Platform был выбран Google Cloud Platform. Это, в первую очередь, аргументировалось тем, что клиент хотел поддержку Kubernetes из коробочки, и Google это предоставляет. Соответственно, Google еще предоставляет сервисы по хранению Docker Images, то есть, по сути, Docker Register, и Google Storage для хранения каких-нибудь файлов, артефактов и всего прочего. Это тоже важно для нашего проекта, видим это чуть позже. Собственно, следующий вопрос, как мы выбрали технологии, у нас есть REE, которые мы можем контролировать их качество. Первое – это сам код приложения. То есть, мы можем какими-то образами, например, юнит-тестами, статическим анализом и прочими вещами проверять качество кода автоматически и видеть какое-то его состояние. Следующее – это качество кода автоматизированных тестов. Соответственно, автоматизированные тесты, они в неком роде являются продуктом, который позволяет проверить наш основной продукт. Соответственно, за качеством их кода тоже нужно следить. В некоторых случаях, возможно, даже нужно писать некие юнит-тесты на куски бизнес-логики, зашитые в функциональные автоматизированные тесты, для того, чтобы быть уверенным, что автоматические тесты работают верно. И быть уверенным и в их стабильности, и качестве, и доверять им. Потому что, в принципе, основой любого continuous процесса является то, что мы доверяем своим тестам. И чем больше доверия, тем более автоматизирован наш процесс летает. Следующий момент – это докер-имеджа. Наш код приложения, он пакуется в докер-имеджа. Наши автоматизированные тесты пакуются в докер-имеджи, и потом уже это все запускается. Поэтому нам нужно было убедиться, что базово, если мы запустим некий докер-контейнер, то в нем хотя бы что-то работает. То есть мы его хотя бы можем тестировать. И уже после этого мы можем для этого контейнера запускать какой-то набор тестов и проверять, как же он на самом деле работает, есть ли там какие-то дефекты. Соответственно, следующая область контроля – это функциональные реквайрменты. То есть контроль, по сути, наших бизнес-требований, то, как оно, так ли работает в приложении, как его хочет заказчик, как это описано. Не функциональные реквайрменты, потому что рано-либо поздно все задумываются о производительности, и нам нужно будет иметь возможность тестировать производительность каким-либо образом. Плюс, возможно, не только производительность. Такие вещи, как скиллабилити, например, либо же реллабилити, либо прочие вещи, которые влияют на качество работы нашего продукта с технической точки зрения. То есть они позволяют принести к кастомеру satisfaction или нет. То есть приложение работает как надо, но медленно. Кастомер уже этим недоволен. Соответственно, это тоже нужно проверять. Ну и последняя область контроля – это разные интеграции. Так как, во-первых, это приложение распространяется через бакер-имиджи, то есть есть какие-то связи между имиджами. Когда контейнеры запускаются, появляются связи между контейнерами, плюс есть интеграции с какими-то внешними сервисами, плюс само приложение на уровне бизнес-реквайрментов должно было поддерживать некие интеграции в том числе. Соответственно, важный момент – проверить все эти интеграции и убедиться, что они тоже работают корректно. Вот. Собственно, на базе этих L-эрид были разработаны некие quality approach. Он состоит в так называемых quality gate. То есть это некие логические пошаговые группы проверок, которые позволяют так либо иначе покрывать определенные области и на каком-то этапе разработки продукта говорить о состоянии и качестве. Самый первый quality gate – это у нас как раз и есть проверка исходного кода. То есть это юнит-тестирование, это покрытие код-ковери черт-тестов и это статический анализ кода. Соответственно, если все эти вещи отработали и они в пределах ожиданий, мы идем к следующему второму quality gate, который, по сути, отвечает за как раз тестирование непосредственно каждого контейнера функционально, то есть изолировано как некой такой мини-системы. И в то же время смог тестирование контейнера, то есть что он реально работает так, как от него ожидается. То есть если мы, например, запускаем банально контейнер с API каким-нибудь, то этот API становится нам доступным и он работает. И вообще контейнер запущенный, он работает, потому что на самом деле контейнер может упасть во время запуска и мы никаким образом даже не сможем его потестировать. Если же это работает, мы переходим к следующему этапу тестирования. Это мы собираем всю систему целиком и тестируем интеграцию всей системы и тестируем, по сути, функциональные требования для системы либо M2N-тестинг, то есть прогонка всех сценариев, которые могут выполняться пользователям на системе, для того чтобы удостовериться, что все они работают и все интеграции при этом тоже работают корректно. Дальше это процесс кода ревью. То есть вещь, когда один человек говорит, это идет или нет, то есть это по сути человеческий контроль этим всем процессом. Если вот первые три, они могут выполнены быть роботом, то четвертый – это только человек, то есть человек оценивает качество. Пятый quality gate – это нефункциональное тестирование. Ну и шестой – это, по сути, ручное тестирование каких-нибудь критических флоу и, собственно, юзер-эптестинг в виде клиенты могут прийти и посмотреть. То есть, как мы видим, с шести quality gate у нас четыре автоматизированы и, собственно, два тестируются при помощи людей. На самом деле люди принимают решение, достаточного качества этот продукт, либо же нет. Собственно, как интегрируется эта вся модель в разработку? Обычно и базово все берут примерно такой гитфлоу, с ним работают. То есть, есть у нас некая ветка мастер, в которой хранится последняя релизнутая версия. Есть некая ветка develop, в которой хранится последняя стабильная версия, которая разрабатывается. Есть фичи в бренче, в которых ведется разработка нового функционала, и когда он готов, либо изменение чего-то, когда готовы изменения, они попадают в ветку develop. Соответственно, в какой-то момент, когда мы решаем сделать релиз, мы создаем релизный бранч, сделаем, если нужно, какие-то модификации, либо басфиксы, и после этого выкатываем релиз. При этом изменения, те, что мы сделали, не попадают в develop. Есть еще здесь история с хотфиксом. Если у нас вдруг в продакшене что-нибудь вылезло, это нужно срочно исправить, мы с нашего мастера создаем ветку хотфикса, делаем наши изменения и, по сути, релизим новую майнер-версию, в которой зафикшен какой-то дефект, который был критичный. Соответственно, как же GitFlow работает вместе с quality approach? То есть, вот выписаны наши основные бранчи. И, собственно, вот сделан маппинг. Какие quality gate и когда выполняются для тестирования? Самое первое. Разработка какой-нибудь фичи. Здесь, по сути, отрабатывают базовые quality gate. Это unit test, это smoke testing container, и это функциональное тестирование системы. То есть, когда мы делаем фичу какую-то, наша задача, во-первых, убедиться в том, что мы не сломали с точки зрения нашей функциональности ничего. Во-вторых, убедиться, что еще то, что мы добавили, оно работает хорошо. Соответственно, вот в этих местах работают автотесты роботы. Quality gate 4 – это, по сути, код-ревью. То есть, кто-то с команды разработки оценивает, насколько качественно еще код написан, и правильно реализованы бизнес-требования, и говорит, да или нет. Соответственно, если фича была принята в итоге, все quality gate 4 прошли, и все изменения попадают, по сути, в девелоп. В девелоп-бранче, по сути, мы снова проверяем все, плюс дополнительно quality gate 5. Он здесь опционален. Почему? Потому что нефункциональное тестирование, оно иногда очень длинного времени, и иногда очень много требует ресурсов для сетапа. В наших перформанс-тестах были сделаны базовые тесты, которые были легкие, выполнялись недолго, и мы можем себе на данный момент позволить включить этот quality gate для бранча девелоп. Соответственно, это не обязательно вещь. Наша задача всегда быть уверена в том, что функциональные требования на 100% работают в бранче девелоп. Что касается нефункциональных, это может быть не настолько критично. И тут уже вопрос от проекта. У нас эта штука работает. Следующий этап, когда мы решаем что-нибудь деплоить, создаем релиз бранч, и, соответственно, здесь мы уже прогоняем полностью все этапы тестирования, все quality gate. То есть мы можем релизить наш продукт только в том случае, если мы прошли все quality gate, и они пассы. Соответственно, что касается же мастер-бранча, здесь хранится всегда релизная версия кода, которая мержится с релиз-бранча. Нужно ли сделать тестирование здесь или нет? Это был вопрос большой. Почему? Потому что, по сути, в мастер, по идее, попадает всегда уже протестированные, стабильная, работающая версия кода. Почему можно тестировать? Потому что не факт, что то, что мы смерджили, оно смерджилось без каких-то ошибок, которые кто-то мог не заметить, и оно работает корректно. Поэтому вопрос двоякий. В нашем случае тестирование ветки мастер отключено на данный момент, то есть она не проверяется. Но если немножко об этом подумать и ресурсы позволяют, то можно включить для того, чтобы быть уверенным, что абсолютно каждая ветка тестируется, и в ней находится код того качества, которого мы ожидаем. И, собственно, продукт будет того же качества, которого мы ожидаем. С точки зрения инфраструктуры, как мы все организовали, у нас есть, по сути, три кластера. Это тест-кластер, develop-кластер и release-кластер. Тестовый кластер используется для запуска автотестов. Соответственно, мы конфигурируем автоматически этот кластер с текущей версией продукта, запускаем интересующие нас тесты. Независимо от результата, они прошли либо не прошли, мы в конце тестирования кластер очищаем. То есть, чтобы он всегда был пустой и готов принять новую версию кода для тестирования. Develop-кластер – это кластер, на котором всегда крутится последняя стабильная версия нашего продукта. Соответственно, в чем его суть? Если для ветки develop прошли все quality gate, начиная с первого по пятой в нашем случае, тогда мы говорим, что эта версия достойна быть доступна кому-то для дальнейшего тестирования. Мы ее можем показывать и демонстрировать. Соответственно, мы в этом случае чистим develop-кластер и деплоим туда новые версии. Release-кластер – то же самое, что develop-кластер, только для релизного бранча. Соответственно, это кластер, уже на котором происходит тестирование продукта, возможно, даже и конечными пользователями, для того, чтобы реально объединиться в его качестве. Потому что, по сути, с релизного кластера, если там продукт протестирован, и он прошел точки контроля все успешно, он будет отдан на пользование. То есть это уже, по сути, production-версия. Соответственно, как этот процесс выглядит с точки зрения разработчика? Для каждого бранча мы запускаем, по сути, автоматически тестирование, юнит-тестирование кода. Потом, если оно прошло, мы пакуем наш код каким-то образом в Docker Image и сохраняем их в наш register. После этого мы деплоим наш тестовый кластер, запускаем там тесты QualityGate 2, сохраняем результаты этих тестов и, собственно, очищаем кластер. Если у нас нет никаких ошибок, мы переходим к этапу 3, где мы уже запускаем integration и end-to-end тесты, снова же тестируем, сохраняем результаты и выходим. Параллельно с этим люди делают код-ревью. Соответственно, вот эта вещь, она позволяет сказать о том, что если все эти проверки прошли успешно, то в нашем случае, например, фича branch может быть смерджен успешно в develop branch. Что же касается тестировщиков? С точки зрения работы с develop branch, запуск нефункциональных тестов он тоже автоматизирован. Соответственно, если пришел новый код в develop, то будет запущен QualityGate 5, и мы произведем нужное нам нефункциональное тестирование. И, соответственно, если он отработает, то мы, если оно будет успешным, то мы задеплоим новую версию кода либо нашего продукта на наш develop cluster, то есть она уже станет доступной как последняя стабильная. По сути, то же самое касается и релиз-бранча с той же разницей, что мы будем деплоить в релизный кластер. Ну и параллельно с этим тестировщику остается только, когда будет версия уже задеплоена по релиз-кластер, выполнить какие-то тесты с QualityGate 6, которые там описаны. По сути, можно выполнить их и на develop cluster, если в этом есть какая-то необходимость либо срочность. Собственно, если мы вернемся к нашим целям, которые мы ставили в начале, то вот что получается. Так как у нас процесс автоматизирован, то мы измеряем, мы тестируем после каждого ченджа наш продукт и, соответственно, можем сказать, какого он есть качества. Как вы увидели, все процессы, за исключением ключевых, были автоматизированы. То есть, минимальные траты времени для того, чтобы проверить качество. Все происходит автоматически и ты уже получаешь фидбэк готовый о том, все хорошо, либо все плохо. Соответственно, насколько легко либо тяжело добавлять новые шаги для проверок. Есть несколько уровней контроля. Соответственно, в каждой Quality Gate можно добавлять новые тесты, которые в него логически входят. То есть, если у нас есть какой-нибудь, например, Performance тестирование в Quality Gate 5, мы хотим туда добавить, например, еще тестирование файлов, либо еще что-нибудь, мы это легко добавляем в какой-то скрипт, который репрезентует собой все задачи для Quality Gate 5, и это работает. Дальше. Как вы видите, запуск всего автоматизирован, соответственно, только робот. Наша задача какая? Написать код, его запушить, создать pull request. Все остальное за нас сделает робот, и мы должны будем только посмотреть финальный отчет, что же пошло так, либо же нет. Как вы видели, в презентации Environment тоже конфигурируется автоматически. То есть, единожды прописанная конфигурация, она работает, при помощи нее редеплоятся все наши тестовые кластеры, которые доступны, включая релизный, включая develop, которые доступны пользователю. Соответственно, насчет зависимости от языка программирования. По сути, только первый quality gate специфически зависит от языка, потому что там юнит тестирования. Дальше, после того, как он прошел успешно, мы пакуемся в докеримедж. Соответственно, работа с докеримеджами, она становится однотипна, и нас не интересует на самом деле, что внутри запаковано, на каком языке оно написано и так дальше. Нас всего лишь интересует, чтобы этот докеримедж позволял нам выполнить некие функции, для которых он предназначался. То есть, например, если это API, то мы ожидаем иметь к нему доступ по какому-то порту и возможность посылать туда HTTP запросы по объявленной спецификации. И это все. Соответственно, этот пункт мы тоже выполнили. На этом все. Спасибо большое за внимание. Буду рада слышать любые ваши вопросы. Вы говорили, что end-to-end тесты и инши тесты кроме юни-теста не залежат от мовы. Вы тестите напрямую докер-контейнер, который поднялся? Мы тестируем функциональность в этом контейнере. То есть, например, это простой пример API, его можно написать на Python, на Go, на Java, на Firmware, еще на чем-то. Соответственно, нам не важно, на чем он по сути написан, потому что если он запущенный и работает, то это некий HTTP endpoint, который нам доступен. Соответственно, мы для тестирования обращаемся к этому HTTP endpoint и с ним работаем. То есть, нам по сути все равно, и наши автотесты не обязательно должны быть написаны на том же языке, на котором написан основной endpoint. Я ответил на ваш вопрос? Так. Дмитрий, Сергей, ты так на загальном уровне рассказывал, можешь еще два слова про что самое, какие технологии выкористовывают, как побудованный Automation Framework, ну так, если это вкладывается в тему сегодняшнего сегодняшнего распространения. Извините, я поставил детали, я вопрос услышал, отвечаю, что могу. На самом деле автоматизированные тесты, написанные и пишутся на Java, они как процесс построена сборщик грейдл все это тест разбираются собираются в джарку пакуются потом в докере мэдж и уже потом это все запускается в виде контейнера если нужно локально это докер композ файл есть если же это на в google клауде есть определенная конфигурация описанная для этого с точки зрения может детальник что мы для авто тестов используем лупу репортинг аллур для работы с чтп протоколов апач клиент версии 2.0 и там джей унит стандартно для запуска тестов до речи ты как раз мне порадов аллур репортинг досить такая непогана штука я же себе це имплементно дякую алло коллеги еще вопросы есть у кого какие-то алло алло я думаю питаем лишеным а хорошо всем тогда большое спасибо за внимание если вас интересуют какие-то еще подробности либо хотите обсудить похоже и поделиться своим опытом буду раз вас слышать вы можете меня найти по следующим контактам поэтому всем спасибо большое за внимание хорошего дня